Всем привет, это канал Криптонист, меня зовут Владимир и сегодня мы поговорим о сравнении двух топовых аппаратных кошельков Ledger Nano X и Trezor T. Данный обзор предназначен как для людей, которые делают первые шаги в криптовалютном мире, так и для людей, у которых есть уже опыт работы с криптовалютными кошельками. Видео будет длинным, информации будет много, поэтому если у вас есть какой-то вопрос по конкретной теме, заходите в описании к видео и по таймингу вы находите нужную для вас тему. И также я буду рассказывать о многих других возможностях аппаратных кошельков, которые не будут полностью детально освещены в данном видео, но в описании в соответствующем разделе вы найдете ссылки к этим темам. И прямо сейчас подпишитесь на наш канал и будьте в курсе всех последних событий из мира безопасного пользования и хранения криптовалют. Поехали! Итак, что же такое аппаратный кошелек? Аппаратный кошелек – это такое небольшое устройство, которое предназначено для хранения приватных ключей. Это те ключи, которые позволяют нам тратить средства. Эти ключи находятся в обособленной безопасной среде, они никогда не покидают устройство, и это исключает какую-либо возможность, чтобы вредоносная программа извлекла наши приватные ключи и злоумышленник украл нашу криптовалюту. И второе, то что любая трата криптовалюты должна обязательно сопровождаться физическими нажатиями на кнопки аппаратного кошелька, и это также исключает, что удаленно кто-то сможет потратить деньги. Потратить деньги сможет только владелец аппаратного кошелька. Это основные два базовых преимущества использования аппаратных кошельков перед горячими. Существует намного больше преимуществ, и о них будет рассказано далее. Французский производитель пришел из области смарт-карт и банковских продуктов, и поэтому у них соответствующее требование к начинке, к железу. Они используют специализированные чипы Secure Element, которые практически невозможно взломать. Однако у такого подхода есть и минусы, то что необходимо подписывать соглашение о неразглашении с производителем этих чипов, и это немного сужает функционал кошелька и делает невозможным показать программный код кошелька. В отличие как раз от Trezor, это ребята, которые топят за открытый код, они не используют какой-либо проприетарный программное обеспечение, которое противоречит критериям свободного ПО, и поэтому они используют обычные чипы, которые используются в обычных бытовых электронных приборах. По сути, эти чипы не предназначены для хранения какой-либо ценной на них информации. Что все это значит для обычного пользователя? Вот эти чипы, безопасность. Когда мы говорим про чипы, то мы говорим про безопасность в случае, если кошелек будет украден и попадет в руки злоумышленников. То есть от удаленных атак, что Nano X, что Trezor T, они по сути на одном уровне. Но если вы часто путешествуете, берете с собой аппаратный кошелек, и у вас есть подозрение, что вас могут украсть кошелек, то в этом случае я бы рекомендовал использовать Nano X. В случае, если у вас нет таких опасений, то вы можете спокойно использовать аппаратный кошелек Trezor T. Вообще, кража кошелька – это крайне маловероятный случай, и это высокорискованные мероприятия для злоумышленника. Мы занимаемся аппаратными кошельками с 2017 года, и у нас не было зафиксировано ни одного случая, чтобы у владельца аппаратного кошелька украли кошелек. Поэтому, если особо не паранойить на эту тему, то уровень безопасности у обоих кошельков примерно одинаковый. И более того, если мы используем длинную сложную кодовую фразу, то уровень безопасности у этих аппаратных кошельков вообще становится практически одинаковый. Так как кодовая фраза защищает от любого рода физических атак на аппаратный кошелек. Nano X приходит в такой прямоугольной упаковке. Вообще, их продукция, их презентация очень похожа на продукцию и презентацию компании Apple. И важно отметить, что на упаковке нет никаких голограмм, а это потому, что когда мы подключаем аппаратный кошелек к оригинальному приложению Ledger Live, то приложение сверяет подпись, которая была установлена заводом-изготовителем, на соответствие. И если кошелек подлинный, то он просто проходит эту проверку, и мы получаем возможность работать далее с интерфейсом. Комплектация достаточно стандартная. Это фирменные бумажки с приветствием, наклейки, мешок для брелка, карточка для записи мнемонической фразы и Type-C кабель. И еще важный момент, что никакой инструкции на русском языке, к сожалению, нет. Внешне Nano X напоминает небольшую флешку с двумя механическими кнопками, с экраном защитным металлическим, который в случае чего можно снять. И сбоку у нас здесь находится Type-C порт. Trezor T поставляется в небольшой прямоугольной упаковке. Вообще, они уже успели поменять упаковку. Раньше была упаковка с имбассированным названием Trezor, то есть ее можно было пощупать прямо пальцами. Потом, спустя, по-моему, полгода эту упаковку заменили, и теперь на упаковке просто черным цветом написано, то есть напечатано на Trezor. Голограмма находится на Type-C порте, и она должна плотно прилегать со всех сторон корпусу аппаратного кошелька. В комплектации все то же самое, наклейки, брелки, карточки для записи мнемонической фразы и Type-C порт. И также у Trezor T прилагается магнитный держатель, то есть этот магнитный держатель можно приклеить на какую-либо поверхность и поместить аппаратный кошелек на этот магнит. По мне немного бесполезная вещь, но возможно кому-то пригодится. Материал здесь пластик, сбоку у нас есть вход для SD-карт. Скоро эта возможность будет реализована, там можно будет хранить личные файлы, шифровать их. И также важная вещь, что когда мы вставляем кабель в Type-C порт, необходимо немного усилий до щелчка. А так девайс достаточно удобный, и в отличии от Nano X, с ним можно спокойно работать одной рукой за счет тачскрин дисплея. Оба производителя рекомендуют одно и то же. Вы обязательно, если подключаете кабелем аппаратный кошелек к ПК, то вы должны подключать его напрямую без использования каких-либо USB-хабов, удлинителей. У меня было много случаев, когда были проблемы с аппаратным кошельком, причем это относится и к Trezor One, и к Nano S, и вообще ко многим аппаратным кошелькам, когда пользователи пользовались хабами и были проблемы с подключением. И даже были случаи, когда аппаратный кошелек подключают к системному блоку с фронтальной стороны и наблюдаются проблемы с подключением. Но как только пользователь подключает его напрямую к обратной стороне, которая ближе к материнской плате, по сути к материнской плате, то проблемы все исчезают. Монохромный дисплей Nano X вмещает 128х64 пикселя, это в два раза больше по высоте, чем у младшей модели, и это здорово, потому что теперь адреса во время получения и отправки можно сверять на одном экране. При этом надо учесть, что шрифт у Nano X, который отображается на дисплее, немного маленький. У Trezor TS сенсорный цветной дисплей с разрешением 240х240, и он отображает не только адреса, но также может отобразить QR-код. Это очень удобно, потому что мы можем сфотографировать QR-код на телефон и сразу же отправить по WhatsApp или по другому способу связи отправителю. Это действительно очень удобно. И сенсорный экран, он максимально отзывчивый, вы работаете с ним, как со смартфоном. После того, как я начал использовать Trezor TS сенсорным экраном, аппаратные кошельки с механическими кнопками мне как-то уже не очень нравятся. Наверное, здесь можно делать сравнение смартфона с сенсорным экраном и обычного телефона с кнопками. То есть на Trezor TS действительно все намного быстрее, все намного удобнее за счет сенсора. По заявлению производителей аппаратные кошельки, что Nano X, что Trezor TS поддерживают более тысячи монет. Однако стоит учесть, что львиная доля всех этих монет это токены ERC20. Что такое токены ERC20? Это просто актив, который работает в блокчейне эфириума. То есть мы токены ERC20 отправляем на адреса эфириума, получаем на адреса эфириума и за транзакцию мы платим в эфириуме. Точно так же, как, например, Stablecoin Tether USDT Omni. Он работает в блокчейне биткоина и мы отправляем его на биткоин адреса и платим за транзакции тоже в биткоинах. Сравнить очень точно все эти тысячи монет очень сложно. Однако на странице Ledger в разделе Crypto Assets мы можем обнаружить 81 монету собственным блокчейном, и 1256 токенов, которые относятся в большей степени к эфириуму, а может быть относятся и к другим блокчейнам, которые также выпускают токены. У Trezor страница называется Trezor.io.coins и на ней написано, что Trezor поддерживает 1093 монеты. Соответственно, пропорция монет собственных блокчейнов и токенов примерно одинаковая. И также стоит учесть, что есть монеты, которые поддерживаются Trezor 10, но не поддерживаются Nano X и наоборот. Например, NEM, XEM монета, она поддерживается Trezor 10, но не поддерживается Nano X. И NEO поддерживается Nano X, но не поддерживается Trezor 10. Поэтому, если у вас есть какие-то принципиальные монеты, то вы сначала заходите на эти страницы, проверяете, поддерживает ли кошелек их, и далее уже определяетесь с выбором. И небольшой лайфхак. Помимо поддержки монет, смотрите еще, какой интерфейс работает с этой монетой, потому что есть неоригинальные интерфейсы, о них пойдет речь далее. Может получиться так, что и Nano X, и Trezor T поддерживают какую-либо монету, но используют разные интерфейсы, и вы можете выбрать тот интерфейс, который вам больше знаком, который вам ближе. Но если подвести общий итог, то основные базовые монеты поддерживаются и Nano X, и Trezor T, и в целом уровень поддерживаемых монет примерно одинаковый. И также стоит упомянуть о стейблкоинах. USDT и ERC-20 поддерживаются как Nano X, так и Trezor T, а USDT-OMNI, который работает в блокчейне Ethereum, он поддерживается только Trezor T. Остальные стейблкоины, которые выпущены на платформе Ethereum, то есть токены ERC-20, поддерживаются обоими кошельками. Первое включение, или как по-другому называют активация, это все те действия, которые нам необходимо выполнить для того, чтобы пользоваться кошельком, то есть получать и отправлять средства. Сюда входит задание пин-кода, подтверждение пин-кода, запись мнемонической фразы, подтверждение мнемонической фразы, и в целом вот эта стандартная форма для любых аппаратных кошельков и также горячих кошельков. Однако первое включение немного отличается и у Nano X, и у Trezor T. У Nano X мы сначала его подключаем к ПК, мы задаем пин-код, мы его подтверждаем. Далее нам предлагается две опции «Создать кошелек» или «Восстановить». Мы выбираем «Создать», и нам предлагается записать мнемоническую фразу из 24 слов. Весь этот процесс происходит офлайн, поэтому мы можем взять аппаратный кошелек и подстенить его просто к обычной розетке и сгенерировать фразу. После того, как мы записали фразу, нам нужно ее будет подтвердить, то есть выбрать соответствующие слова, на каком месте они стоят. То есть выбрать первое слово, потом выбрать второе слово, потом выбрать третье слово, и так до 24-го. И после того, как мы все это сделаем, нам нужно скачать интерфейс Ledger Live, установить его на операционную систему, далее добавить приложение на аппаратный кошелек, после этого добавить счета соответствующих монет, и мы можем начать работать с кошельком. Небольшое уточнение, что такое приложение. Приложение – это как раз та сущность, которая есть только у французского производителя. То есть для того, чтобы работать с биткоином, нам нужно закачать приложение биткоин на аппаратный кошелек. Для того, чтобы работать с лайткоином, нам нужно скачать приложение лайткоин на аппаратный кошелек. Для того, чтобы воспользоваться универсальной двухфакторной аутентификацией, нам нужно скачать приложение и установить его на аппаратный кошелек. Это по аналогии как смартфон, он к нам приходит, он абсолютно пустой, и для того, чтобы воспользоваться WhatsApp, нам нужно загрузить приложение WhatsApp на смартфон. Чтобы воспользоваться там браузером Google Chrome, нам нужно установить браузер Google Chrome на смартфон. То есть вот такая же аналогия. И важный момент, то что каждый раз при использовании биткоина нам нужно зайти в приложение, то есть чтобы получить адрес биткоина нам нужно зайти в приложение биткоина, чтобы нам отправить средства нам нужно зайти в приложение биткоин, то есть вот это вот есть некая дополнительная сущность, с которой нужно будет постоянно работать и это многих пользователей, если честно, отталкивает, потому что немного усложняет работу с кошельком, хотя есть другая сторона пользователей, которых это ничуть не напрягает. В Trezor T все происходит немного иначе. Мы его первый раз включаем. Нам нужно сначала будет установить прошивку, так как он идет полностью пустой. Мы скачиваем, устанавливаем самую последнюю прошивку. И мы это делаем через веб-интерфейс, то есть мы используем браузер Google Chrome. Кстати, десктопный интерфейс Trezor Suite скоро тоже будет выпущен, скорее всего, в первом или во втором квартале 2020 года. После установки прошивки нам предлагается тоже два варианта. Либо создать кошелек, либо восстановить. Мы выбираем создать и кошелек создается. Мы переходим сразу же в интерфейс и даже можем им пользоваться. Однако этого делать не стоит до тех пор, пока мы не выполним всю процедуру резервного копирования. И в интерфейсе будет большая кнопка выполнить резервное копирование. Мы на нее нажимаем, после чего нам предлагается записать мнемоническую фразу из 12 слов. На большом экране Trezor T помещается по 4 слова. И мы с помощью слайда пальцем можем перейти к другой группе 4 слов. И так на 3 страницах размещаются все 12 слов. И следующим этапом нам нужно подтвердить эти слова и выбрать любые 2 слова. Это полностью безопасно и такой подход более оправдан, так как экономит очень много времени. Не нужно подтверждать все слова. Достаточно подтвердить 2 слова. Так как мнемоническая фраза из 12, 18 или 24 слов это не просто фраза. Это определенная математическая структура, у которой есть целостность. То есть любой бит из этой информации, если он будет изменен, то фраза будет недействительной и неправильной. Поэтому проверка всего 2 слов проверяет полностью всю фразу. И после этого мы уже задаем пин-код и попадаем в интерфейс. Все это происходит также абсолютно офлайн на аппаратном кошельке. Никакая информация не передается в интернет. Да, немножечко поправлюсь. Мы задаем пин-код. Далее мы задаем имя устройства. Мы добавляемся там в закладки, подписываемся на их соцсети. И после этого наш кошелек готов к работе. СИД это самый-самый главный пароль, который может состоять из 12, 18, либо 24 слов. И с помощью этих слов мы можем получить доступ ко всем нашим цифровым активам из любой точки мира. Для получения СИДа аппаратный кошелек использует случайные числа. Ну, на самом деле, не только аппаратный кошелек, а вообще любой криптовалютный кошелек использует случайное число для того, чтобы потом его конвертировать в СИД. СИД это и есть мнемоническая фраза. Леджер использует 256-битное число, которое соответствует 24 словам. Это случайное число генерируется на контроллере аппаратного кошелька. ТРСРТ использует 128-битное число и получает это число с помощью контроллера и с помощью генератора случайных чисел, встроенного в операционную систему. И таким образом эти два числа смешиваются и получается еще одно случайное число, которое потом кодируется в слова. Не стоит переживать то, что энтропия из 256-бит, она больше, чем 128, и это типа безопаснее, ничего подобного. Это огромные числа и вероятности там просто огромнейшая, поэтому по безопасности это никак не влияет, что используется 256 и что используется 128. Как я говорил ранее, с помощью СИД можно получить доступ ко всем криптовалютным активам и можно восстановить все криптовалюты как на аппаратных кошельках, так и на горячих. Мы можем использовать СИД на Леджер, на НС и потом восстановить средства на Трезере, либо мы можем взять СИД Трезера и восстановить средства на Леджере. То есть мы не привязаны к какому-либо производителю. Это общий стандарт индустрии, который используется во многих криптовалютных кошельках. И важно понимать, что это самый-самый важный пароль. Вот эти 24 или 12 слов, это намного важнее, чем сам аппаратный кошелек. И отсюда вытекают требования по хранению СИДа. В случае, если у вас есть повышенный риск наводнения или пожара, или у вас очень много домашних животных дома, или у вас много очень детей, которые любят разрывать бумагу, на которой, может быть, будет записан СИД, то в этом случае рекомендуется использовать специальные устройства, криптостил, билфодал, либо капсула. В описании к видео будет информация о них. Вторая рекомендация. Не стоит придумывать ничего своего. Не стоит делить СИД пополам. Не стоит менять местами слова. Не стоит часть СИДа хранить на флешке, часть закопать в огороде, и часть передать на хранение бабушке. То есть не стоит заниматься ерундой и не стоит придумывать ничего своего. Есть индустрия, есть профессионалы. Мы просто следуем и делаем то, что рекомендуют нам профессионалы. Все остальное – это верный путь к потере своих криптовалют. И чтобы уберечься от кражи криптовалют в случае, если будет обнаружен СИД, мы можем использовать кодовую фразу, о которой тоже пойдет речь далее. И еще небольшое уточнение. Когда мы записываем СИД, мы это делаем, естественно, в уединенном месте, без окон, без веб-камер, без посторонних людей. Мы находимся дома, мы уверены в этом месте. И только тогда мы можем начать запись пневмонической фразы. Пин-код защищает все активы пользователей в случае, если кошелек будет украден. У Nano X длина пин-кода максимально составляет 8 символов. И через 3 ложных ввода пин-кода, то есть здесь мы 3 раза неправильно введем пин-код, кошелек очищается. Сменить пин-код мы можем в настройках кошелька. У Trezor T длина пин-кода составляет 9 символов. Вводится он через сенсорный экран. Если у вас большие пальцы, вы можете использовать стилус. Есть, кстати, у нас клиенты, которые и приобретали стилус, и с помощью него работают с кошельком. В отличие от Nano X, Trezor T можно вообще не устанавливать пин-код, если вы используете кодовую фразу, например, как я это делаю. Но все же для большей безопасности, для дополнительного слоя безопасности, я бы все-таки всегда устанавливал пин-код. Сбрасывается кошелек через 15 неверно набранных пин-кодов, но стоит учесть, что каждый неверный введенный пин-код увеличивает время ожидания в 2 раза. По-моему, чтобы ввести 8 или 10 раз неправильный пин-код, нужно ждать несколько лет. За это время можно спокойно мигрировать все ваши средства из одного кошелька в другой. Менять пин-код можно как через интерфейс Trezor, так и через сторонний интерфейс, например, Electrum, Exodus и, может быть, еще какие-то, о которых я не знаю. В обоих кошельках, если у нас пин-код забыт, то единственный способ получить доступ к нашим активам это очистка кошелька и восстановление через мнемоническую фразу. Так как пин-код является важной частью и защищает наши средства в случае утери, то соответствующие рекомендации не использовать пин-код 1111222, да, вот такие, или 1234, не использовать пин-код от смартфона, от банковской карты и год рождения, установить как можно более длинный и как можно более сложный пин-код. И важный совет, не стоит брать аппаратный кошелек в незнакомое место и им пользоваться, потому что вы 100% скомпрометируете ваш пин-код. Вы не знаете, в помещении, может быть, будут установлены скрытые камеры и скрытая камера может спокойно зафиксировать тот пин-код, который вы набираете на аппаратном кошельке. И следующим этапом будет кража этого аппаратного кошелька и кража ваших всех криптовалютных активов. Но если вы все же берете аппаратный кошелек на сделку и в какие-то незнакомые места и пользуетесь им, тогда моя рекомендация, после этой сделки вы приходите домой и меняете пин-код на другой. Имеются в виду настройки самого аппаратного кошелька. Итак, для Ledger Nano X мы должны зажать две клавиши, удерживать их, и после чего мы переходим в командный центр. И там можно включать-выключать Bluetooth-соединение, устанавливать время включения девайса, просмотреть версию прошивки, серийный номер устройства, изменить пин-код, установить кодовую фразу, изменить время блокировки, сбросить Bluetooth-соединение. И самая последняя опция – это очистка кошелька. И важно понимать, что все это мы делаем на самом устройстве. То есть мы работаем с устройством, мы настройки производим через клавиши на устройстве. У Trezor AT все настройки отображаются в веб-интерфейсе. И меняем мы их, естественно, также подтверждая все на сенсорном экране. Чтобы зайти в настройки, необходимо кликнуть на его название. И там можно изменить имя устройства, изменить пин-код, посмотреть XPAP-ключ, о которых тоже пойдет речь чуть позже. Далее можно изменить картинку, или загрузить даже свою какую-то картинку на фон кошелька. Выключить-включить кодовую фразу, выключить-включить пин-код, проверить мнемоническую фразу, поменять угол наклона экрана. И самая последняя опция – это также очистка кошелька. Также существует и много других настроек, которые можно произвести через командную строку, через библиотеку команд Trezor CT. И помимо веб-интерфейса, также через Electro, например, тоже можно произвести какие-то настройки, по-моему, вплоть даже до очистки кошелька. У Nano X нет никакой персонализации, то есть мы не можем дать имя устройству, но в интерфейсе Ledger Live мы можем назвать счета. У Trezor T мы можем дать ему имя, которое будет всегда отображаться на экране, и это нужно будет в случае, если мы используем несколько кошельков, чтобы их не перепутать. Также мы можем установить заставку на него, и с помощью Dropbox и Google Drive, а позже с помощью SD-карты, которая будет добавлена, мы можем установить этикетки, то есть давать имена адресам, давать комментарии к транзакциям, и также называть как-то счета. Стоит понимать, что аппаратный кошелек не отображает баланса, не отображает историю транзакций и прочей полезной информации. Аппаратный кошелек нужен просто для того, чтобы подтверждать транзакции. И именно поэтому нам нужна какая-то программа, клиент или интерфейс, к которому мы подключали бы наш аппаратный кошелек, и который бы отключался бы к соответствующему блокчейну, и отображал в удобном виде состояние нашего баланса, историю транзакций и прочую информацию. Для нормальной работы Nano X лучше использовать Windows 8, macOS и Linux 64-битный, а для Trezor T мы используем Windows 7 и старше, Linux, либо macOS. Вообще такая рекомендация, не используйте операционную систему Windows XP или Windows 7 с аппаратным кошельком. Я не говорю, что это невозможно, можно все настроить, но, как показывает практика, люди, которые используют эти операционные системы, сталкиваются часто с проблемами. Оригинальный интерфейс Ledger Live имеет следующие разделы. Портфель, где отображаются все балансы всех криптовалют через одно окно. Это то, как раз, чего нету у Trezor пока. Счета, то есть это добавление счетов разных криптовалют. То есть если в портфеле у нас отображается баланс общий, то в счетах мы можем отобразить баланс конкретного счета. Что такое счет? Представьте, что у вас есть кошелек и в кошельке есть определенное деление, где находится валюта. То есть вы таким образом, у вас в кошельке может быть несколько делений, и вы таким образом можете как-то структурировать и организовать ваши денежные средства. То есть одно деление у вас будет для личных средств, другое деление у вас будет для бизнес-средства и целей, третье деление накопительное. Вот ту же самую идею выполняют счета. Раздел «Отправить и получить», где, собственно, мы производим наши самые базовые операции. И раздел «Диспетчер», откуда мы можем загружать и удалять приложение на аппаратный кошелек и откуда мы можем обновлять прошивку кошелька. Раздел «Купить», вот здесь я могу ошибаться, предназначен для покупки криптовалюты за фиат, но я не пользовался ни разу и никто из окружения тоже не пользовался. Возможно, это не работает в России, а может быть, я ошибаюсь. Если у вас есть информация, напишите в комментариях. И настройки самого интерфейса Ledger Live, где можно поменять отображение фиатной валюты в рублях, например, где можно поменять язык интерфейса, чтобы нам было удобнее работать с кошельком, где мы можем поменять цветовую тему интерфейса. Вот недавно добавили ночное время, которое очень-очень подходит для работы вечером. Мы можем также установить блокировку экрана самого интерфейса Ledger Live и многие-многие другие полезные настройки. В целом, очень хорошая и удобная программа, которая часто обновляется и которая доступна также и на смартфонах, о которых пойдет речь далее. И один не очень очевидный нюанс для сторонников анонимности, что в вашем компьютере будет программа Ledger Live. Если ваш компьютер изымут и найдут там это приложение, то, соответственно, люди смогут понять, что у вас есть аппаратный кошелек и, возможно, есть криптовалюта. Трезеровцы на данный момент предлагают веб-интерфейс, который работает через Google Chrome, Firefox или Brave. Есть два вида интерфейса. Это обычный интерфейс, где требуется еще и установить приложение Trezor Bridge, который является неким мостом между интерфейсом и аппаратным кошельком. Либо можно работать через бета-версию кошелька, где используется протокол обмена WebUSB и, соответственно, в бета-версии больше возможностей, больше монет. Все тестируется сначала в бета-версии, а потом добавляется в обычную версию. По безопасности, что бета-версия, что обычная версия Trezor.io, то есть кошелька, она на одном уровне. И единственное, в бета-версии собирается дополнительная информация о действиях пользователя для улучшения интерфейса. Веб-интерфейс переводится на русский язык, и здесь такие же разделы, как и у Ledger. Транзакции, отправить, получить. Раздел купить также я не испытывал, может быть, он и доступен. Если есть информация, напишите в комментариях. Но также есть и обмен, о котором тоже пойдет чуть позже речь. И раздел подписать и заверить, где мы можем подтвердить право владения адресом перед третьими лицами. Об этом вы найдете более подробную информацию в описании к видео. Одним из минусов веб-интерфейса является то, что нельзя отобразить общий баланс всех криптовалют. То есть здесь у меня есть биткоин, лайткоин и эфир. Я хочу понять, сколько у меня всего денег. То мне нужно сначала зайти в биткоин, отобразить общий баланс, записать его, потом в лайткоин, потом в эфириум, и потом взять и сложить все три баланса. То есть пока что это не реализовано. Я думаю, что в дистопной версии Trezor Suite, которая сейчас разрабатывается, эта проблема будет решена. Но если есть желание, то эту проблему можно решить через интеграцию с, например, горячим кошельком Exodus. Мы можем интегрировать Trezor-T с Exodus, и у нас отобразится общий баланс всех средств. Либо точно так же можно это сделать через ShapeShift, платформу обмена, которой также можно интегрироваться с помощью Trezor-T. Веб-интерфейс не оставляет никаких следов на компьютере, если мы будем использовать режим инкогнито браузера. Однако сайт Trezor.io очень часто фишится, то есть появляются злоумышленные сайты, которые просят ввести мнемоническую фразу. Ну вот такие банальные атаки. Это, естественно, стоит учесть при использовании кошелька. Чтобы отправить средства с Ledger Nano X, мы должны зайти в приложение соответствующей монеты. Например, если я хочу потратить биткоин, мне нужно сначала зайти в приложение биткоин. Далее я выбираю счет биткоина, и я перехожу в раздел «Отправить». Подставляю адрес получателя, выбираю сумму, выбираю комиссию. Комиссию также можно выставить вручную. И после кнопки «Отправить» мне нужно подтвердить все эти действия на аппаратном кошельке. Можно подключить веб-камеру и считать адрес получателя с веб-камеры. И также можно вводить сумму отправлений не только в биткоинах, а также и в фиатной валюте, которая установлена в интерфейсе. В Trezory немного проще, так как в Trezory нет никаких приложений, мы сразу переходим к работе. Мы просто выбираем криптовалюту, с которой мы работаем, из списка предлагаемых криптовалют. Переходим в раздел «Отправить», подставляем адрес, вводим сумму, вводим комиссию. Комиссию также можно установить вручную. Нажимаем кнопку «Отправить» и подтверждаем сумму, адрес получателя, комиссию на аппаратном кошельке. Удерживаем клавишу и транзакция уходит. Адрес получателя можно поставить через веб-камеру, так же, как мы это можем сделать и с Ledger Live. Несколько фишек Trezory, у которых нет у Ledger Nano X, это то, что мы можем отправить многим. Мы можем совершить отложенный платеж, мы можем импортировать платежи из stv-файла, то есть автоматизировать наши платежи. И также мы можем создать офлайн-транзакцию. Обо всех этих функциях можно найти информацию в описании к видео. Стоит учесть, что у Nano X тоже можно все это сделать, но не через оригинальный интерфейс, а через интеграцию с горячим кошельком Electrum, но это будет очень и очень не юзер-френдли. Для получения мы переходим в раздел «Получить». Далее мы обязательно, опять же, должны зайти в приложение соответствующей монеты, отобразить адрес на девайсе, сверить его, после чего мы можем скопировать этот адрес и переслать отправителю. Единственное, мне кажется странным, почему нельзя QR-код, который отображается, скопировать. А вот в этом есть некоторая недоработка интерфейса. В Trezory опять попроще сделано, то есть нам не нужно заходить ни в какое приложение, мы просто выбираем валюту, переходим в раздел «Получить», адрес скрыт, он отображен не полностью, мы его отображаем, сверяем с тем, что написано в аппаратном кошельке и дальше пересылаем отправителю. И в отличие от Ledger Live, в Trezory можно QR-код скопировать и переслать сразу же отправителю, либо мы можем отобразить QR-код на дисплее кошелька и далее сфотографировать его и также переслать его отправителю. В отличие от Ledger, в Trezory мы можем отобразить все предыдущие адреса, которые мы когда-либо использовали и сколько средств мы на них получали. И также мы можем получить те адреса, которые могут нам быть предложены в будущем. Например, если у нас индекс 10, то мы можем специально получить индекс 15 или 20 использовать. То есть мы можем это регулировать и выбирать. Зачем нужно сверять адреса, почему они не отображаются сразу же? На самом деле это защита от вредоносных программ. То есть когда мы сверяем адрес, мы должны убедиться, что он соответствует тому, что написано на аппаратном кошельке. Если адрес в интерфейсе отличается от адреса, который отображен на дисплее кошелька, то это означает, что наш компьютер взломан и нам необходимо его проверить. Мы всегда доверяем тому, что написано на аппаратном кошельке. И только после того, как мы сверили адрес, мы можем его уже скопировать и переслать для получения. Сверять адрес не обязательно полностью целиком, все буквы нет. В адресе есть контрольная сумма, последние биты данных являются контрольной суммой и проверяют всю целостность всего адреса. Поэтому мы можем просто сверить последние 5-6 цифр. Оба кошелька поддерживают все доступные форматы биткоин-адресов. Это Legacy, это составные сигвит и это оригинальные сигвит-адреса. В Nano X мы можем отобразить их при добавлении счета, то есть когда нам предлагается счет, нам предлагается Legacy, либо сигвит-составные, либо сигвит-нейтив. Когда мы выбираем соответствующий счет, мы используем те адреса, которые указаны в этом счете. У Trezor T используются пока что Legacy-адреса и составные сигвит. Это те, которые начинаются на единицу и с тройки. Я думаю, что скоро Trezor-овцы добавят и оригинальные сигвит-адреса, которые начинаются с префекса BC1 в интерфейс Trezor Suite. Стоит также упомянуть, что через Electrum мы можем отобразить и оригинальный сигвит на кошельке Trezor T. В чем отличие всех этих адресов и какое это имеет значение для нас, для обычных пользователей? Если мы используем Legacy-адреса и совершаем с ними транзакции, то в транзакциях участвует подпись, которая занимает много места, и, соответственно, транзакция весит много байт, и размер транзакции влияет на ее комиссию. То есть мы будем платить намного больше денег за совершение транзакции с Legacy-адресами, которые начинаются с единицы. Адреса составные сигвит начинаются с префекса 3, и подписи в транзакции нету, соответственно, транзакция весит намного меньше места, и комиссию за эту транзакцию мы платим меньше. А оригинальные сигвит-адреса, которые начинаются с префекса BC1, которые по-другому называются back32 адреса, они занимают еще больше места, поэтому мы будем платить комиссию еще меньше. Правда, стоит учесть такой момент, что оригинальные сигвит-адреса пока что не всеми биржами и другими сервисами поддерживаются, поэтому будьте внимательны, если вы хотите их использовать, уточняйте у биржи, которой вы пользуетесь, принимает ли она эти адреса. XPAP-ключи не всем пригодятся, однако я решил тоже о них рассказать. Это расширенные ключи, которые позволяют рассчитать все дочерние ключи, которые в подчинении находятся. Они нужны нам будут в случае, если, например, мы майним криптовалюту, и нам нужно, чтобы каждый раз деньги подступали на новые адреса, и поэтому мы можем спокойно майнинговому сервису предоставить наш XPAP-ключ, и не переживать, что у нас все средства будут аккумулироваться на одном адресе, то есть каждая транзакция будет содержать новый наш адрес, который будет как раз рассчитан из расширенного ключа. В Nano X их можно отобразить в настройках, собственно, таким образом и происходит экспорт всех счетов на смартфон, но постоянно XPAP меняются, и это не очень удобно, то есть мы не можем как-то один счет как-то записать отдельно. Я имею в виду в виде QR-кода, а так, естественно, в буквально цифровом виде мы можем зайти в настройки счета и отобразить XPAP-ключ. У Trezor все это находится в настройках, и все XPAP-ключи отображаются, и также дублируются в виде QR-кода. Имеется в виду обмен криптовалютой на криптовалютой, ни в коем случае не на фиат, это невозможно через интерфейсы. У Ledger отсутствует возможность обмена криптовалютой через Ledger Live, у Trezor есть раздел «Обмен криптовалютой», и реализовано это было достаточно давно, еще в сентябре 2018 года, то есть мы выбираем счет, на котором у нас расположены деньги, выбираем сколько мы хотим обменять, выбираем валюту, на которую мы хотим обменять из раскрывающегося списка, подставляем либо какой-то сторонний адрес, либо интерфейс автоматически определяет наш адрес, что достаточно безопасно, и нам предлагается список обменников, который нам может произвести обмен этой криптовалютой. И здесь очень важно следить за комиссиями, потому что иногда комиссии совершенно неадекватные, и проще это сделать на бирже, например, и только потом перевести на аппаратный кошелек. Но иногда комиссии попадаются очень и очень даже хорошие, то есть за этим нужно следить. Проверка СИД нам нужна в случае, если мы не уверены в том, записали мы правильно или нет, или проверить просто, если у нас несколько кошельков, нам нужно проверить, то есть несколько СИД-фраз, нам нужно проверить, какая СИД-фраз установлена конкретно на этом кошельке. То есть проверка ничем не отличается от восстановления, нам нужно просто ввести эти слова. Для Nano X есть специальное приложение, которое нужно установить на него, которое называется Recovery Check. Мы его устанавливаем, и далее мы должны ввести всю нашу фразу, причем побуквенно уже, что занимает достаточно много времени. И далее выходит на аппаратном кошельке сообщение, соответствует ли введенная фраза той фразе, которая установлена на аппаратном кошельке, или нет. У Trezor T никаких приложений, как обычно, устанавливать не нужно, все это уже встроено. Мы просто переходим в настройки, выбираем раздел «Проверка СИДа» и вводим наш СИД, который состоит из 12 слов, на аппаратном кошельке. Он через сенсорный экран, и все это занимает намного меньше времени, и результат проверки выводится на дисплей кошелька, ни в коем случае не на компьютере, так как это небезопасно. Видите, то есть получается, что можно использовать аппаратный кошелек даже на взломанной машине, и это действительно так, так как все самое ценное, самое важное происходит за периметры нашего компьютера. Очистка кошелька нам потребуется в случае, если мы забыли пин-код, либо мы хотим сменить кошелек на другой, кошелек с другой минимонической фразой. Как и у младшей модели, в Nano X есть два варианта, или мы вводим три раза неправильно пин-код, и кошелек обнуляется, либо через настройки мы заходим в Settings, Security и Reset All, после чего нужно будет ввести пин-код действующий, и кошелек обнулиться. И далее мы переходим в состояние создать кошелек или восстановить. Trezor T очищается как через настройки, продвинутые настройки, там красная кнопочка очистка кошелька, либо мы можем перейти в режим загрузчика, то есть нужно слайдить аппаратный кошелек, то есть дисплей кошелька, подключить его, и там можно очистить кошелек, даже не зная пин-кода. Ну и также можно очистить кошелек через командную строку, через команды Trezor CTL. Во время включения кошелька у пользователя всегда есть выбор либо создать, либо восстановить уже существующий кошелек, где пользователю требуется ввести 12, 18, либо 24 слова. Стоит понимать, что при вводе слова достаточно ввести первые 3-4 буквы, и слово определяется автоматически, так как в словаре BIP39 есть правило, которое говорит, что первые 3-4 буквы должны быть уникальны во всем словаре, во всех 2048 словах. Ну и, соответственно, это значительно ускоряет восстановление кошелька. Но на Nano X процесс восстановления происходит намного медленнее, потому что нам нужно через вот эти вот кнопки механические вводить слова, и после того, как мы ввели все слова, нам нужно еще и заново загрузить все приложения. Это достаточно медленно. Хотя такую процедуру делать, наверное, пользователю будет не так часто. У Trezor все это намного быстрее происходит за счет сенсорного экрана и за счет используемой энтропии в 12 слов. И после восстановления нам не нужно загружать никакие приложения, мы сразу же переходим к работе кошелька. Кстати, не сказал, что на Trezor T также можно восстановить 24 слова, то есть создать кошелек с 24 словами. Это можно сделать через библиотеку команд Trezor CTL. Кодовая фраза — это дополнительная защита для наших криптовалютных активов. Она позволяет создать скрытые кошельки. И об этом было очень много информации. Будут ссылки, детальные информации в описании к видео. У Nano X можно установить кодовую фразу через пин-коды, то есть можно установить два пин-кода. Один пин-код будет соответствовать реальному кошельку, а второй пин-код будет соответствовать кошельку с фразой. Если я не ошибаюсь, можно установить, по-моему, два кошелька с кодовой фразы. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Либо второй вариант — это можно ввести просто фразу временно. То есть первое использование — это привязка кодовой фразы к пин-коду. Второе использование — это просто ввод фразы. И после переподключения кошелька к ПК мы вернемся опять к кошельку без фразы. У Trezor T кодовая фраза при включении этой функции и кодовая фраза вводится каждый раз, причем два раза в соответствующих полях. Минус использования вот такого способа, где мы подвязываемся к пин-коду, то что мы можем просто забыть кодовую фразу. А в Trezor T как раз используется другой метод, где необходимо всегда вводить вручную кодовую фразу. Таким образом, мы ее не можем забыть, но нам нужно будет какое-то время, чтобы ее ввести, особенно если она достаточно сложная и длинная, то это немного замедляет вход в интерфейс. Но здесь есть такая штука, что безопасность и комфорт всегда находятся по разным сторонам друг от друга. И, кстати, как я говорил в начале видео, хорошая кодовая фраза защищает любой аппаратный кошелек от физического взлома, то есть его невозможно практически взломать, если у нас установлена сложная и длинная кодовая фраза. Так как кодовая фраза и ключи, которые мы рассчитываем с помощью кодового фраза, они не хранятся в постоянной памяти девайса, то есть там нечего, по сути, взламывать. Где хранить кодовую фразу? Очень важный момент. Ни в коем случае не в голове, потому что если мы забудем кодовую фразу, то мы распрощаемся с нашими всеми деньгами, которые зафиксированы на кошельке за этой кодовой фразой. Ни в коем случае не храним кодовую фразу рядом с нашим сидом, так как это вообще бессмысленно. То есть мы всегда храним в разных местах сид и в разных местах кодовую фразу. Ну и для большей безопасности я рекомендовал бы размножить кодовую фразу хотя бы в двух-трех копиях в разных местах. Если злоумышленник получает доступ к кодовой фразе, он все равно не сможет ничего сделать, потому что ему нужно также знать и мнемоническую фразу. И также, зная мнемоническую фразу, злоумышленник не сможет ничего сделать, так как он не знает кодовую фразу. Оба кошелька можно использовать в качестве универсальной двухфакторной аутентификации. Об этом говорилось очень много, я все демонстрировал на аппаратных кошельках Nano S и Trezor One, но суть их не отличается от Nano X и Trezor T, поэтому вы можете посмотреть. Я там показываю на трех сервисах, как можно защитить наши аккаунты от почты, от облачного хранения, от социальных сетей с помощью аппаратных кошельков. То есть, для того, чтобы зайти на почту, нам нужно будет кликнуть на клавишу аппаратного кошелька, и без аппаратного кошелька мы не сможем зайти на нашу почту. Вот такая вот защита есть, это самое продвинутое, что есть на рынке. И как вы уже догадываетесь, отличие использования U2F заключается в том, что на Nano X нужно будет установить приложение фида U2F и зайти в него, и далее подтверждать действия на аппаратном кошельке при входе в какой-либо сервис. У Trezor T все это по умолчанию устанавливается при активации кошелька. Если вы теряете кошелек в виде U2F токена, то ничего страшного нет, вы можете восстановить токен, то есть приобрести другой аппаратный кошелек, восстановить на нем через мемоническую фразу кошелек и получить доступ к сервису. И стоит учесть, что нельзя клонировать аппаратные кошельки, например, если у вас два кошелька, например, два Trezor T, то будет действовать только один в качестве U2F токена, тот, который авторизовался последний. И здесь идет фишка Nano X, это Bluetooth-подключение. Nano X можно подключать как к Android, так и к iOS, смартфонам 9 версии iOS и Android 7 версии через Bluetooth-соединение. То есть на смартфоне мы устанавливаем Ledger Live и далее производим все те же действия, как и с десктопной версии, то есть мы можем загружать, удалять приложение, мы можем совершать транзакции. Важный момент, что через Bluetooth к ПК пока что нельзя соединить аппаратный кошелек Ledger Nano X. И также мы можем просто экспортировать все наши расширенные ключи на смартфон в приложении Ledger Live на смартфоне и таким образом просто мониторить, что происходит с нашими средствами. Trezor T подключается только к Android через Type-C кабель и обязательно нужно убедиться, что смартфон поддерживает тип подключения on-the-go OTG. И производить можно все те же действия, что и в веб-интерфейсе через браузер Google Chrome. И здесь немного такая разрозненная информация. Хочется сказать, что аккумулятор у Ledger Nano X, его срок службы составляет 5 лет. Он не подлежит замене. И для того, чтобы увеличить срок службы, нужно хотя бы, если он у вас просто лежит, хотя бы раз в месяц или раз в два месяца заряжать его на полную зарядку. Это рекомендация производителя. То есть ни в коем случае не держать его на очень-очень маленьком заряде длительное время. У Trezor T есть такие фишки и возможности, как, например, менеджер пароли, очень удобный. У Ledger, кстати, пока что его нету. Прошивка только для биткоина, для фанатов биткоин-пользователей, чтобы их ничего не отвлекало. Фраза Шамира, об этом тоже будет ссылка в описании к видео. Запуск полного узла с помощью инструмента блокбук от Satoshi Labs. То есть мы можем полностью запустить локальную ноду и подключиться к ней, и вообще обособиться от всех серверов Trezor. Ну и много других фишек есть у Trezor, которые, возможно, будут не очень интересны обычным пользователям, но Trezor, по мне, он более функциональный. Отличие Nano X от кошелька Nano S заключается в увеличенном объеме памяти, до 100 приложений можно загрузить, больший размер, то есть удобно с ним работать, больший экран и наличие Bluetooth-соединения, которое позволяет совершать транзакции через смартфон. Trezor T, в отличие от Trezor One, у него больший дисплей, сенсорный дисплей, намного удобнее, быстрее совершать транзакции и работать в целом с кошельком. Безопасность увеличена, потому что, в отличие от Trezor One, Trezor T вся информация при восстановлении кодовой фразы, вся она вводится исключительно на девайсе, ничего не вводится через клавиатуру. И Trezor T поддерживает дополнительные монеты, такие как XRP, XMR и многие другие, которые не поддерживаются пока что моделью One. Оба кошелька интегрируются с огромным множеством неоригинальных интерфейсов. У Nano X в разделе Crypto Assets справа есть список интерфейсов, в котором интегрируется аппаратный кошелек. У Trezor T есть колонка на странице Coins справа, который также показывает все интеграции и у Trezor вообще больше интеграций. Например, Trezor поддерживает такие интеграции с кошельками Exodus, Metamask, Magnum Wallet и даже ShapeShift также появился первее у Trezor, чем у Nano X. Частый вопрос, зачем вообще нужны эти интеграции, на самом деле это просто дополнительные интерфейсы. То есть в случае, если оригинальный Ledger Live или веб-интерфейс Trezor откажут, у нас есть всегда дополнительный интерфейс, это просто оболочка, которую мы меняем, подключаемся к ней и совершаем также транзакции, распоряжаемся нашими цифровыми активами. Помимо этого, например, интеграция с Electrum позволяет нам замораживать адреса, позволяет нам в случае с Nano X совершать транзакции многим отправителям, совершать отложенные платежи. Также мы можем с помощью Electrum ускорять транзакции, об этом я говорил в видео, будет в описании информация. И не забываем про то, что Electrum это хороший кошелек в том плане, что можно создавать мульти-сик кошельки, где я создавал общий кошелек из Nano S и Trezor One, то же самое можно сделать и с этими аппаратными кошельками. А интеграция с ShapeShift, например, для Nano X делает возможно обменивать криптовалюту максимально безопасно. Интеграция с Trezor T с Wasabi Wallet позволяет пользоваться протоколом CoinJoin и смешивать монеты и увеличивать анонимность пользователя. А безопасно ли использовать неоригинальный интерфейс с аппаратным кошельком? Да, это абсолютно безопасно, потому что любые действия, которые мы совершаем при интеграции, также требуют физического подтверждения на аппаратных кошельках, то есть мы контролируем то, что мы делаем. Итак, мы имеем два топовых, самых популярных аппаратных кошелька на рынке. Как сделать выбор между ними? Если у вас есть принципиальные монеты, которые вы хотите, чтобы поддерживал кошелек, то вы сначала проверяете их на соответствующих страницах и делаете выбор в пользу того или иного кошелька. Если для вас принципиально совершать транзакции через смартфон iOS, тогда это однозначно Nano X. Если для вас принципиально совершать транзакции через Bluetooth соединение, тогда это тоже Nano X. Если вы работаете на андроиде, то можете соединиться через Trezor T и сделать выбор в пользу него. Если вам вообще не важно использовать аппаратный кошелек со смартфоном, тогда вы можете воспользоваться Trezor T. Если вы супер обеспокоены безопасностью аппаратного кошелька и вы считаете, что у вас он может быть украден и вы хотите защититься от этого, то вы либо используете сложную кодовую фразу вместе с Nano X или с Trezor T, либо без кодовой фразы вы можете выбрать Nano X, так как у него есть чип Secure Element. И если у вас нет опасений на этот счет, если вы хотите просто купить удобный аппаратный кошелек, то однозначно приобретайте Trezor T, так как за счет сенсорного экрана он будет намного проще и за счет отсутствия вот этой возни с приложениями Trezor T однозначно выигрывает в удобстве. И важный вопрос, где приобрести данные аппаратные кошельки? Вы их можете приобрести на официальных сайтах, но в этом случае вы не получите русскоязычной поддержки и в случае гарантийного какого-то случая вам придется потратить очень много времени на переписку и на доставку кошелька обратно им и чтобы они вам переслали. Либо самый лучший способ это приобрести кошельки в нашем интернет-магазине, потому что мы предоставляем гарантию один год на все устройства, мы предоставляем техническую поддержку по настроям и возможностям аппаратного кошелька. У нас вы можете приобрести кошельки анонимно, для этого вам не надо оставлять никакие контактные данные, вы просто придумываете кодовое слово и с помощью этого кода слова мы можем вас идентифицировать для консультации и для гарантийного случая. И также покупая у нас вы поддерживаете наш YouTube канал. Спасибо вам за просмотр видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть какие-то вопросы по этим аппаратным кошелькам, пишите, буду отвечать и увидимся уже в следующем году. С Новым годом! Пока! С Новым годом!